Прямой эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия. Студия Нахпашева. Здравствуйте. И прямо сейчас оперативно о главном, достоверно обо всем. Районы на связи. В правительстве Хакасии готовность к чрезвычайным ситуациям обсудили на видеоконференции. Удобства на улице, вода из речки, благоустроенные квартиры в коммунаре остались без благ. Уроки антисанитарии в школе села Троицкая Роспотребнадзор выявил грубейшие нарушения. Сегодня в Усть-Абакане обвалилась одна из стен бывшего гидролизного завода. Под завалом погиб рабочий. Чтобы достать его тело, спасателям пришлось несколько часов разбирать груду кирпичей. Всего задействовано было 14 человек и 5 единиц техники. Сигнал о происшествии поступил около полудня. Как выяснилось, 58-летний мужчина разбирал кирпичную стену одного из сооружений бывшего завода. Находился он на третьем этаже здания. По соседству работали еще несколько человек. Они не пострадали. При спуске его с лестничного пролета стена кирпичная разрушилась. И данного гражданина задавила кирпичами. Смерт неступила мгновенно. По прибытии на место следственного комитета был произведен осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Хакасия готовится к возможным ЧАЭС. Через несколько дней гидрологи ожидают вскрытие рек и повышение в них уровня воды до критических отметок. Поскольку снегозапасы в горах в полтора раза выше нормы. Высока вероятность и степных пожаров. Обстановку в целом сегодня обсудили на видеоконференции главы республики с руководителями городов и районов Хакасии. За первые дни апреля в Хакасии зарегистрировано более 60 степных пожаров, спровоцированных палами травы. Самый масштабный произошел в Аскийском районе. Трава горела на протяжении 20 километров. Возгорание тушили полсотни человек. По сообщению глав территории, степь горела вокруг Абакана, Черногорска, Усть-Абаканском районе. В Саиногорске пал вплотную подходил к производственным предприятиям. Обратите на это особое внимание. Мы уже имели очаг поражения, очень мощный, с большим риском. Что такое в степи, если пожар неконтролируемый, это потеря может быть и людские жертвы, и батаро-овец. Их никто не спасет, если батаро попадет в этот пал. Для борьбы со степными и лесными пожарами в Хакасии подготовлено 1250 добровольцев-дружинников. В трех лесхозах созданы мобильные группы. Летом леса будут патрулировать с воздуха. На вышках сотовой связи установят камеры с круглосуточным видеонаблюдением. Не менее серьезная ситуация в республике с предстоящим паводком. Запасы снега в горах в полтора раза выше нормы. Некоторые реки вскрылись, на остальных ледоход ожидают на днях. У нас примерно с 14-го числа будут повышения уровня воды, срыв льда, образование заторов и достижения критических отметок. Поэтому я думаю, что 15-го, 18-го числа это будет довольно напряженная обстановка на реках республики Хакасии. Поэтому хотел бы, чтобы главы поселений, главы муниципальных образований были готовы ко всем действиям. Заторов на реке Абакан в районе Абазы и Белого Яра не ожидается. Там взрывали лед. А еще одна задача успеть в большой воде в мае отсыпать в шести самых паводкоопасных селах дамбы. Из республиканского бюджета на эти цели будет направлено 54 миллиона рублей. К проекту Абакана-Черногорская агломерация активно присоединяются и другие территории Хакасии. В Багратском районе построят животноводческий комплекс. В Алтайском районе планируют возвести на территории будущего агропромышленного парка предприятие по производству суперкормов для животноводства. Сегодня проект рассмотрели на Совете по экономическому развитию. Разработчики обещают, что применение кормов, обогащенных витаминами, повысит суточный надой молока минимум на 2 килограмма. Проект получил одобрение Совета. Реализация всех проектов в перспективе должна дать Хакасии 7 тысяч новых рабочих мест на частных предприятиях, которые разместятся в технопарках республики. Республика полностью рассчитается со строителями, принимавшими участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в августе прошлого года в Ширинском районе. Когда, напомню, Семенградом были повреждены жилые дома, административные здания в селах Гальжа и Сон. Многие жители остались в прямом смысле без крыши над головой. Под угрозой срыва оказалось начало учебного года в сельской школе. Ликвидировать последствия удалось в считанные дни при активном содействии временно исполняющего обязанности главы Хакасии Виктора Зимина и гарантии республиканского бюджета. Строители отработали в долг. Оплатить их работу и расходы на стройматериалы планировалось в максимально короткие сроки. Но средства в республику были перечислены буквально перед Новым годом. Их пришлось вернуть назад в федеральный бюджет. Деньги пришли. Они были просто 30 декабря пришли с Москвы. Мы 50% своих отдали. А 50% с Москвы пришли 30 декабря. Их технически нельзя было раскассировать. Обязаны их были вернуть. И вот сейчас вернулись. Деньги уже пошли на платежи. Я думаю в течение недели всем будут деньги. Нет. Там небольшая сумма. По-моему 15 миллионов. Эту тему, как и другие проблемные вопросы, Виктор Зимин обсудил с моим коллегой Алексеем Гончаренко в нашей студии. Полную версию интервью смотрите в итоговом выпуске «Вести Хакасии» о событиях недели в это воскресенье в 10 часов 20 минут. К другим темам. Благоустроенные квартиры без воды и канализации. Именно в такой ситуации оказались жители десятков многоквартирных домов в Комунаре. На сессии районы депутата даже озвучили цифру. 260 жителей поселка берут воду из горной реки. Куда исчезли коммунальные блага в Комунаре, узнала Юлия Константинова. Пошел пятый месяц, как владелец благоустроенной квартиры Петр Царбунов за питьевой водой уходит на улицу. Чтобы набрать 20 литров, если есть напор, уходит не меньше получаса. Потом тянет бутыль домой волоком. Тяжело, конечно. Слава Богу, 72 года. А вот тут лед еще, она пойдет плохо, самому эти боязные. А что, тащить ее надо? Котельную микрорайона закрыли, содержать нерентабельно. Теперь в квартирах отопление печное или электротены. Водопровод перемерз в декабре. И чтобы доконать канализации. А в туалет как? В ведерко и в гору туда. Туалета, даже уличного туалета настоящего у нас тоже нет. В 21 веке живем очень плохо. Не раз жители обращались к местным властям с требованием решить проблемы. Ответ – временно будем подвозить воду автоцистернами. Однако перспективы восстановления водопровода все же имеются. Часть сети, которая проходит по поверхности земли, уже отремонтирована. За подземную возьмутся после того, как земля оттает. Вот за этой колючей проволокой под снегом находится скважина. Раньше она была 96 метров. Сейчас специалисты где-то посредине обнаружили завал. Причина – то ли взрывные работы, то ли землетрясения, которые в последние годы происходят достаточно часто, то ли лет скважине – много, старожилы говорят, больше полувека. На ее очистку в рамках республиканской программы «Малое село» выделены 126 тысяч рублей. Но это мировременное. С помощью же Всероссийского проекта модернизации ЖКХ коммунальные проблемы можно решить радикально. Виктор Михайлович, спасибо ему, этот проект запустил. У нас по проекту строительство новой котельной очистных сооружений, полностью по новым технологиям прокладка тепловода, снабжения и водоотведения. Цена вопроса – 330 миллионов. Для жителей Таёжного поселка, затерянного в горах, почти виртуальная. Поэтому сегодня они бурят скважины рядом с домом и устанавливают туалеты на улице. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. Молодежь в политике. В Верховный Совет Хакасии следующего созыва, равно как и в Городской Совет Абакана, не исключено могут пройти совсем молодые представители Единой России. Сегодня в молодежном отделении партии были подведены итоги внутренних выборов, или так называемых праймерис. Из 12 человек семеро прошли отбор для дальнейшего участия во внутренних выборах уже на высшем уровне регионального отделения Единой России. Не исключено, что у кого-то из них партийные коллеги поддержат как кандидатов в депутата Верховного Совета и Горсовета Абакана. Дальнейшее зависит от избирателей, которые сделают свой выбор 8 сентября в единый день голосования. У меня знакомы те проблемы, те актуальные вопросы, которые необходимо решать. И для их продуктивного решения просто необходимо пройти Верховный Совет Республики Хакасии. Раньше. Процедура внутренних выборов в региональном отделении Единой России начинается 15 апреля. По их итогам будут определены кандидаты в депутаты регионального парламента и города Абакана, как на одномандатных округах, так и по партийным спискам. Сотрудники Росприроднадзора устроили внеплановую проверку угольных разрезов под Черногорском. Поводом послужили многочисленные жалобы горожан. По мнению людей, горящие отвалы и пыль от взрывов значительно портят экологию. Константин Кравцов увидел, каково быть жителям города угольщиков. Трещины, безусловно, дают знать о себе бесконечные взрывы. Порой так, что посуда даже гремит. Похоже, покой жителям Черногорска только снится. По их мнению, виной всему шумные соседи. В пригороде два угольных разреза. Когда там проводятся взрывы пород, старенькие бараки трещат по швам. Даже мебель ходит ходуном дома. И дети просыпаются, пугаются, потом долго не могут заснуть. Беспокойство бывает даже поздно вечером, такие взрывы, либо рано с утра. Впрочем, и других претензий у людей к угольщикам хватает. Пожары на отвалах и облака пыли со стороны разрезов многих сводят с ума. Гарь, вот гарь, вот сплошной дым, вот сплошной дым. Все, нечем дышать, нечем дышать. Все, что можно еще сказать? Что это за экология? Они получают золотые медали, значит, у них все хорошо, а нам что? Но утром выйдешь, в обед приходишь, смотришь, все черное на тебе. Сам ты уже, руки у тебя черные. И на кого ты сам похож. Люди уверены, в последнее время взрывы все чаще и мощнее. От этого и столько пыли. Сотрудники Росприроднадзора по этому случаю нагрянули с внеочередной проверкой в СУЭК и на разрез степной. Взяты образцы воздуха и почвы. Проведем анализ сопоставления и увидим, было ли на самом деле загрязнение и источники установим. Все-таки это источники угольных разрезов или какие-то другие. Но других у нас маловероятно. Результаты проверки надзорники обещают обнародовать через неделю. Если подтвердятся нарушения со стороны предприятий СУЭКа, по закону им грозит штраф до 100 тысяч рублей. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Еще одна незапланированная проверка прошла в Троицкой школе. Озвученные специалистами Роспотребнадзора результаты просто шокирующие. Выявлены грубейшие нарушения требований санитарного законодательства. Напомним, новый комплекс школа-детский сад введен в эксплуатацию в 2011 году. Оснащен самым современным оборудованием для успешной организации образовательного процесса учащихся и дошколят. Однако санитарные нормы и в школе, и в детском саду нарушаются повсеместно. Половина персонала школы, в том числе и директор, не проходят ежегодный медосмотр и не имеют личных медицинских книжек. Большая часть претензий к организации питания детей. Вместо двухразового горячего питания учащиеся получают только обед. В пищу используют недоброкачественные продукты, сливочное масло с истекшим сроком годности, овощи с признаками гнили, продукты хранятся не в холодильнике. В детском саде также не все благополучно. Утренний прием в ясельную группу проводят воспитатели, а не медработник. Так, персонал не имеет аттестации, выявлены нарушения и в организации питания малышей. По результатам проверки, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Они же должны в кратчайшие сроки устранить все нарушения. Пять минут в спортзале, час на улице. По такому графику теперь занимаются дети в секции по борьбе в селе Оршаново. В спортивном зале сломалось отопление и во двор детей выводят не только разогреться, но и в прямом смысле погреться на улице теплее, чем в помещении. Как решается проблема, узнала Елена Крылова. Необычный график тренировок практикуется уже неделю. Система отопления сломалась как раз накануне сразу двух ответственных соревнований. И оба турнира пройдут в Оршаново, поэтому ударить в грязь лицом хозяева никак не хотят. И тренируются даже в таких условиях. Здание дома борьбы просторное. Обычными обобивателями даже на время его не нагреешь. С проблемой тренер обращался и к сельским властям, и к районным. Мне пришлось идти в угольный разрез и попросить спонсор помощи. После этого по этим заявкам мы вместе поехали и сразу на второй день нам ввели деньги. Мы вчера сразу закупили, сегодня устанавливаем. Ремонт в доме борьбы почти закончен. В спортзале потеплеет завтра. Кстати, к временным трудностям не только тренер, но и его воспитанники относятся философски. Говорят, что это только на пользу. Характер перед соревнованиями закаляет. А руководство разреза Ошановского пообещало, что спортсменов будут поддерживать и дальше. Организационные проблемы ближайших соревнований решать будут вместе. К этому часу у меня все. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»